Всем привет! На этом канале мы изучаем химию с удовольствием. И в этом видео я расскажу про так называемые донорно-акцепторные связи. Очень часто в школе для ЕГЭ предлагают просто запомнить список веществ, в котором есть такие связи. Но я вам этот список сегодня не только покажу, но еще и объясню, как именно эти связи образуются. Итак, поехали! Во-первых, неправильно говорить донорно-акцепторная связь. Все дело в том, что донорно-акцепторная связь это ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному механизму. В чем заключается суть этого механизма? Один атом, имеющий не поделенную ни с кем электронную пару, предоставляет ее, то есть сажает на вакантную орбиталь другого атома. Первый атом является донором электронной пары, а второй атом акцептором электронной пары. Вот все очень просто. Давайте посмотрим на те примеры, которые могут встретиться в реальном ЕГЭ. Чаще всего проверяется это на соединениях аммония и фосфония. Обратите внимание, что атом азота имеет пять валентных электронов. Они показаны красным цветом. Каждый атом водорода имеет по одному. И вот как раз таки за счет такого обменного взаимодействия образуются три ковалентных связи и образуется молекула аммиака NH3. Но как же образуется катион аммония? Дополнительный четвертый водород, он присоединяется не имея на своей орбитале ничего, никаких электронов. И это катион водорода, несущий на себе положительный заряд и по сути имеющий свободную орбиталь, на которую как раз и размещают свои электроны, неподеленные электроны атом азота. И вот именно эта связь образовалась по донорно-акцепторному механизму, но она точно такая же ковалентная, как и все три остальные. Та же самая ситуация происходит и у фосфора. Образуется катион фосфония. Едем дальше. Азотная кислота. Смотрите, очень часто рисуют ее таким образом. Атом азота, окруженный тремя атомами кислорода, один из которых входит в состав гидроксильной группы, с одним концевым кислородом связь двойная, а с одним донорно-акцепторная. Очень часто ее обозначают стрелкой. Обратите внимание, как это происходит с точки зрения валентных электронов. Атом азота, по-честному, имеет пять валентных электронов. Они обозначены синим цветом. Атом кислорода, который образует двойную связь, действительно, за счет обменного механизма образует две одинарные связи, то есть одну двойную с этим атомом азота, с центральным. Атом кислорода гидроксильной группы, он образует тоже две связи. Одну связь по обменному механизму с атомом азота и другую связь по обменному механизму с атомом водорода, образовав гидроксильную группу. И таким образом у нас у азота остается та же самая неподеленная электронная пара. Именно с ее помощью образуется донорно-акцепторная связь с еще одним концевым кислородом, у которого образуется свободная вакантная орбиталь. И вот именно за счет такого донорно-акцепторного взаимодействия образуется еще одна связь. Обратите внимание, что у азота, как и вообще говоря, у всех элементов второго периода, валентности больше, чем 4 быть не может по определению, потому что у них всего лишь 4 орбитали. Одна S-орбиталь и три орбитали P. Ну что, едем дальше. Угарный газ. Очень часто его изображают стройной связью. Ну, нам с вами понятно, откуда берется связь двойная. Вот здесь электронная конфигурация валентной оболочки углерода. Мы видим там честные 4 электрона. Действительно, он живет в четвертой группе. Здесь у нас валентная конфигурация кислорода. У него 6 электронов, он живет в шестой группе. По вот этому обменному механизму за счет спаривания вот этих двух электронов образовалась двойная связь. А откуда берется связь донорно-акцепторная? Ну, тут уже нетрудно догадаться, да, что одну неподеленную электронную пару кислород может посадить на вакантную орбиталь невозбужденного атома углерода. Вот именно поэтому в угарном газе, в молекуле угарного газа, есть одна связь, образованная по донорно-акцепторному механизму. Молекула сильнейшего окислителя, озона, тоже содержит одну связь, образованную по донорно-акцепторному механизму. Давайте разберемся, откуда она там берется. Ну, нам понятно в целом, как образуются молекулы кислорода, а именно двойная связь в этой молекуле. Посмотрите на валентные электроны двух атомов кислорода. Они абсолютно одинаковые, у каждого из них по 6 валентных электронов. И за счет спаривания вот этих вот электрончиков у нас образовалась двойная связь. Надо сказать, что, естественно, чтобы электроны были спарены, их спины должны быть направлены в разные стороны. Поэтому здесь правильнее было бы стрелочку нарисовать вот здесь вниз и здесь вниз. Но это уже детали. Как же там находит себе место третий атом кислорода, образуя вот эту неустойчивую молекулу сильного окислителя? Очень просто. У третьего атома кислорода образуется вакантная орбиталька. Обратите внимание, что электронов как было 6, так и осталось. Просто изменилась конфигурация. И за счет донорно-акцепторного взаимодействия у нас образуется третья связь. Поэтому молекула О3 тоже имеет одну донорно-акцепторную связь. Ну и последнее, что нужно помнить в рамках ЕГЭ по донорно-акцепторным связям, это, конечно, комплексы. В составе комплексных соединений есть донорно-акцепторные связи. Вообще в ЕГЭ по химии может встретиться только два комплекса. Это тетрагидрокса цинкаты и тот тетрагидрокса алюминаты. Вот давайте посмотрим на примере тетрагидрокса цинката, где у нас там действительно связи по донорно-акцепторному механизму. Здесь вы можете видеть валентную оболочку катиона цинка 2+, а именно в такой степени окисления цинк входит в состав комплексной группировки. То есть у него освободилась 4С орбиталь. Там было два электрона, и они ушли. Цинк приобрел положительную степень окисления. Обратите внимание, что помимо 4С орбитали, у него есть 3D, заполненное полностью электронами, и 4P орбиталь, которая пустует. Еще ни один электрон на ней даже не появился. Вот такие атомы D элементов являются очень хорошими комплексообразователями. И когда в системе есть достаточное количество донорных частиц легандов, которыми, например, в данном случае являются гидроксогруппы, то образуются связи по донорно-акцепторному механизму. Связь первая, связь вторая, третья и четвертая. Обратите внимание, что в образовании этих связей у цинка приняло участие S орбиталь и 3P орбитали. То есть гибридизация полученного цинка в полученной группировке SP3. Формально это можно считать тетраэдром. Итак, мы сегодня с вами разобрали, в каких соединениях в ЕГЭ вы можете найти связи по донорно-акцепторному механизму. Давайте еще раз быстро их перечислим. Это катионы аммония, катионы фосфония. Это азотная кислота. Это молекула угарного газа и молекула озона. А также комплексные соединения. Всем пока!